Продолжение следует... Такую очень неприятную для меня версию выдвигали, что для того, чтобы втравить Россию в масштабное вторжение на Украину, предполагали сбить самолет Владимира Владимировича Путина. Была такая версия? Да. Что он пролетал на территории Польши? Да, да. Вот что такое самолет... Что в этот момент... Но я не верю, чтобы эти ребята, мирные граждане с буками, чтобы они обладали... Вы имеете в виду это ополчение? Да, ополчение. На которое наступает хунта? Я же просил вас... Российская хунта? Нет, киевская. Киевская. Я же вас просил, не применять такие термины. Давайте будем в корректных рамках. Ну, хунта это когда люди пришли к власти... Давайте я не буду произносить условия хунта, а вы уже не будете сейчас произносить слово Лукордония. В результате военного, так сказать, переворота... Хорошо? Давайте. Ну, давайте, называйте их повстанцем. Вас это устроит? Повстанцы? Да, ради бога. Так же, как бандаревцы, это тоже повстанцы. Хорошо, давайте так. Ну вот. Значит, вы считаете, что повстанцы со своими буками... На букале. Да? На букале. На букале. Ну, вот я еще раз повторю, что мне очень неприятно, мне неприемлемо реализация такого замысла, чтобы сбить президента. Это ради того, чтобы... Ну, то есть, они же хотели сбить президента, да? Ну, так говорят. Это... Ну, поговаривают. Одна баба сказала. То есть, вот эти вот повстанцы, назовем их так, они установили свои буки и хотели сбить Путина, да? За то, что он не подает им достаточной помощи, так, да? Да, да. Вот такие, как говорится, разговоры ведутся. А вы в курсе, что за система бук вообще? Буком один. Ну, ориентировочно знаю. Вот, во всяком случае, в Крыму были... А точнее. В Крыму и в самом Донецке были заняты воинские части, где эти буки имелись в достаточном количестве. Ну, их... Их перегнали. Их перегнали. Да, перегоняли, я уж... На гусеничном ходу. Я не присутствовал. На гусеничном ходу. На гусеничном ходу, на этот самый, на паром и там куда угодно можно доставить. Вы в курсе, что эта система бук М1, она вся на гусеничном ходу? Да, я примерно себе. И состоит этот комплекс из нескольких установок, да? Да, да. Вы в курсе, да? Там четыре установки. Немножко. Командная, пусковая, заряжающая там. Да. И радиолокационная. Да, вот, вот. Значит, и обслуживают эти... всю систему... Повстанцы. Система там. Это арт-дивизион. Я бы сказал, не повстанцы, а там много добровольцев из России прибыло, специалисты есть, так что... И они быстренько потом убежали на этих буках. А зачем бели? А, они там остались. Да. Они же на границах стоят, не пускают этих бандеровцев туда, в себя. Буками, да? Что? Буками не пускают, или что? Ну, то есть, вы считаете, что служит арт-дивизион, который стоит и его охраняет вокруг вот этих повстанцев? Ну, может быть, и так. Я не присутствовал при этом. Вот. Даже американская разведка сегодня говорит, что это обстоит. Ну, дело в том, что буками пользовались грузины. Вот. Им поставили... Грузины пользуются? С Украины. С Украины. С Донецком. С Украины им поставили... Я говорю, как строятся вот эти вот военные действия. Есть снабжение армии. Вот. Значит, их снабдили буками. Потому что бандеровцы летали и бомбили на Су. Вопрос такой. Кому это выгодно? Кому это выгодно. Вот. Значит, и они разжились этими буками. Сбивали вот, в частности, несколько дней. Несколько дней тому проскочила информация, что сбили украинский какой-то воинский самолет. Погибло несколько десятков человек. То есть, люди уже, как это, освоили технику. Ну, и в сей раз тоже они... Вы мне скажите, вот это вот мнение о том, что буками сбили вот эти вот Донецкие и Луганские, это мнение, которое присутствует именно среди украинской... Нет. Российской. Российской чего? Есть российская пресса, российские журналисты, журналюги. Ну, это либеральная пресса, скажем так. Ее называют у нас либеральной прессой. Ну, да. Госпожа Латынина. Вот такой, как говорится, расклад. Евгений Акбас. Да, да, да. Они считают... Есть они такие, эти, вредители. Ну, серьезные довольно-таки журналисты. Ну, конечно. Латынин, Акбас, Троицкий, там... Ну, вот. Значит, а... Мое видение... Барух Паховенко. Мое видение вот этого происшедшего события такое... Что русскому дали в руки дубину, и он теперь ею всячески размахивает. Ну, то есть обезьяна с гранатой, да? Ну, примерно. Ребята, какое вы ожидаете? Кто у вас будет друзья, кроме армии и флота? Ну, ладно. Значит, схема простая. Вы считаете, что системой БУК, ей повстанцы сбили вот этот вот малазийский самолет. Не ящик. Давайте порассуждаем на тему, кому это выгодно. Значит, та глупая версия о том, что хотели сбить самолет нашего президента... Повстанцы. Да. Для них это было бы очень выгодно, по той причине, что... Не знаю, как российская власть могла бы терпеть то, что ее президента убивают. Ну, американцы в свое время получили такой, как говорится, подарок, ну, проглотили. У нас немножечко самолюбия больше. Чуть. Мы хотим быть... Подождите, подождите. То есть, логика такая. Им надо было сбить российского президента для того, чтобы Россия ответила ударом по кому? Да, ударом. А, то есть они хотели подставить Украину? Вот эту, киевскую хунту снять и так далее. Но я говорю, что мне не верится, мне неприятно такая, как говорится, даже эти разговоры у меня коробят. А простота, правда, в том, что украинские самолеты, ну, украинские военные бомбили территорию Лугандонии. Вот, и лугандонцы отбивались от них, причем с каждым, как говорится, разом все более грамотно. Ну, и в этот раз просто промашка получилась. Они опять думали, что летят, летят эти контингент украинский туда, каратели. Ну, решили сбить. Ну, сбили. То есть они перефутали гражданский самолет, думали, что это летит, летит киевская хунта, их уничтожает, каратели. Да, да, да. Долбанули из системы БУК, значит, и попали случайно в гражданский самолет. Ну, не случайно. Но перед этим они хотели сбить самолет российского президента для того, чтобы поставить украинскую, киевскую власть, чтобы Россия наконец-то нанесла... Залила войска. Залила войска. Ну, все, логика, понятно. Да, вот такие, вот такие ходят, циркулируют слухи. Скажите, а слухи не ходят, что у повстанцев все-таки никакой системы БУК нет? Нет, есть одна пусковая система, всего одна из машин, которая разбита полностью. Да, 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 я вас понимаю, но достать на такой высоте самолет... Не надо больше всего, достаточно. Нет, нет, все, как говорится, люди, которые считают себя грамотными в этом вопросе, ну, те же дают, что такое мог сделать БУК. Хотя есть еще другие версии, что какой-то испанский диспетчер, который работал в киевском аэропорту или там в авиационном ведомстве, он сообщил, что рядом с этим гражданским самолетом летело два истребителя. Сейчас уже забыли все об этом диспетчере, потому что есть данные независимой объективной разведки космической, которая уже подтверждает это. И даже американцы с этим не спорят. Вы спорите? Да, что... Давайте забудем про этого диспетчера. Нет, нет, диспетчер правду говорит. Его, наверное, выгнают потом. Нет, ну, он правду говорил, что самолет... А все диспетчера под началом у Коломойского, он, наверное, его выгнал. Нет, дело в том, официальные лица украинской авиации, ну, аэрослужбы, сообщили, что по законам Украины на службу в диспетчерских учреждениях иностранцы не допускаются, только граждане Украины. То есть такого диспетчера не существовало? Да, ну, похоже, что... Да, так же, как версия с... После того, как он это сказал, через несколько дней это подтвердили данные космической разведки, то диспетчер уже, как бы, его актуальность отпал. Да, то есть украинские самолеты сбили вот этот вот Боинг, да? Есть, конечно. Ну, здесь версия, конечно. Я и поэтому и говорю вам, давайте вот эти версии как-то отпустим и порассуждаем, кому это выгодно все-таки. Еще раз вас возвращают. Вы сформулировали четко ту мысль, которую я пытался провести, что для повстанцев в Лугандонии очень было бы неплохо втянуть Россию в масштабную войну. Но они перепутали гражданский самолет с военным. Да, ну, как-то не сложилось. Я тогда, позвольте, выскажу другую точку зрения. Значит, другая точка зрения, и моя в том числе, что киевским карателям было выгодно, я говорю карателям, потому что, ну, вы мне практически разрешили это делать. Да, разве было. Ладно, значит, им было выгодно это в определенном отношении очень сильно, потому что сейчас Киев добивается ввода западных миротворческих войск. Да. Ему было выгодно... Я от вас первого слышу это. Да вы что? Да. Ну, вы позвоните в Киев, узнаете. Да, хорошо. А как им еще прекращать эту военную катавасию, скажем так? Им больше выбора нету. Да, вот как в Чечне. Надо прекращать... Нет, как в Сербии. Как в Сербии. Как в Сербии. Потому что Россия при этом не получит мандат на введение, так как она агрессор. Да. Поэтому сразу же объявили Россию виновной во всех этих грехах сбития самолета. Вот это логика такая. Да. Вторая логика еще надо было нанести этот удар для того, чтобы переформировать опять же свои силы. Потому что они очень сильно завязли после того, как Стрелков вывез, вывел свои войска из-под Луганска, из-под Славянска. Значит, и вот эти каратели очень сильно подзавязли именно на границе с Россией. Они пытались отсечь Луганско-Донецкую республику от России. А зачем это нужно было? А Стрелков направил удар и взял в кольцо около 6 тысяч карателей. И их уничтожал. Ну, им надо было тоже... Это тоже сильно подействовало. Потому что после того, как Донецк объявил в одностороннем порядке прекращение боевых действий, хунта прорвала все-таки. Кое-что могла для этих ребят сделать. Но не все. Там их до сих пор уничтожают. Но зато она реорганизовала и начала новое наступление. Уже с другой стороны. То есть это позволило. То есть все вопросы, которые стояли, остановить, прекратить боевые действия, Донецкая республика остановила и прекратила. А хунта продолжила все свои удары. Откуда у вас эти сведения? Я вам говорю просто версии. Я же вас не спрашиваю, откуда у вас ваши сведения. Понимаете? Мне. Да, ну зачем мы будем вот это вот сейчас? Это целая система аналитиков. Это целая система той информации, которая идет оттуда. Это съемки независимые. Это не телевидение. Я вас умоляю. Не, ради бога. Да. Ну, как бы там много всяких причин, до которой могла пойти вот эта вот. Мы сегодня видим, что киевские власти отсекли на целую неделю проникновение туда всех наблюдателей и независимых экспертов. Что несколько дней не могли попасть. А те, которые попали, потом официально сказали спасибо вот этому повстанцам. За то, что они как-то хоть обеспечили, разрешили и охраняли их. В это время киевская хунта наносила свои удары, даже фосфорными бомбами. Попали малазийцы, попали под фосфорный обстрел. Да, да. Ну, это как бы вот такие вот вещи. Я их бегло так сказал. Моя мысль понятна? Да, очень понятна. Основная власть, основная цель была это подставить Россию под международное осуждение. И это очень большой вопрос. Ее так и поставили. Ее так и поставили сразу же. А сейчас это осуждение снимается, потому что никаких доказательств даже уже на американском телевидении сказали представители разведки американской. У нас против России нет доказательств. Вы не слышали этого? Я об этом я читал. Вернее, не читал, а в общем-то это известно. Вчера произошло. Но дело-то вот какое, что Россию обвинить в том, что она своими силами сбила этот самый Боинг, я, например, не поверю. Даже если об этом будут утверждать какие-то там специалисты. Но утверждать, что это сбили повстанцы, это вообще смешно. Они технически не могут этого сделать. Это не смешно. Это наше мнение. Ваше мнение, мне оно очень интересно, я его услышал. Мое мнение, что это совершенно невозможно. Ну, во всяком случае, ссылаются на телефонные разговоры Стрелкова, по-моему. Нет, не Стрелкова. Да, вообще не Стрелкова, а другой кто-то. Безлира. Ну, во всяком случае, можно уточнить эту фамилию. Что он на радостях позвонил каким-то своим соратникам, что вот сбили, сбили, вот этих, хунту эту сбили, проучили ее как следует. Потом оказалось, что... Эти телефонные разговоры вывалились сразу же. В первый же день их вывалили вот эти вот киевские власти, пытаясь, значит, кинуть обвинения вот этим донецким ребятам. Да. Сразу же вы... Потом эти телефонные разговоры тут же исследовали, определили их полную фальсификацию. И о них даже сегодня никто ничего не спрашивает. Да, конечно. Что там какие-то казаки из какой-то там заставы мочканули какой-то самолет. Да, казаки мочканули. Не казаки. Да казаки там было в этих телефонных разговорах. Нет, с казаками беседовали, а казаки буковые... Да так и было, я же слушал эти телефоны. Ну что вы, за Азолью Павлович. Буками не владели. Ну конечно, естественно. А они в эти телефонные разговоры включили такое. Там казаки, вот эти вот казаки там на такой-то там, это самое, по опорному посту, там что-то там сбили. Там было, прозвучало это. Это очень смешно. Конечно, конечно. Если бы не было этого грустного события. Да, не смешное событие совершенно. Я о чем говорю? Наверное, это все-таки тот телефонный разговор уже никто не вспоминает. Может, не будем вспоминать? Может, вы еще какие-то данные предложите? Ну, к сожалению, мне украинские источники могут повторить то, что я здесь прочел в российской прессе. И не более того, если я буду уяснять. Да, ну, что это сделали специалисты. Специалисты, которые имели возможность добровольцы, их называют наемники, добровольцы пришли сюда, буки у них были, с буками они разобрались. Долго ли? Четыре установки на гусечном ходу пересекли границу. Не пересекли границу. А дело в том, что буки были расположены в Донецкой области. Они были заняты станцами. Нет. Они были расположены на территории, занятой украинской армией. Вот эти вот три установки буков. Не говорите. Да, это сегодня все знают. Да. А дело в том, что еще из Крыма эти буки были достойны. И потом они спокойненько укатились туда. Когда дали команду, они ушли. Ушли. На территорию Украины. Но не могли же на территорию Украины уйти буки, которые принадлежат повстанцам. Антолий Павлович. Так они пошли-то, они на территорию Украины. Никуда они не уходили. Они же там остались. Нет, их перегнали. И вот этот момент перегона этих буков заснял и выложил в качестве доказательства этот самый, не Лешко, а кто? Ну, бог знает. Ну, кто-то из Киевских. Из украинских этих. Да, я называю. В России. Да, да. Кто-то выложил и сказал, что вот смотрите доказательства. И потом доказали, что это оказывается не Краснодон, как он утверждал, а Красноармейск. Что там даже на рекламном щите объявилось вот это вот название. Адрес Красноармейска. Занятого украинскими войсками. Понятно. Ну, вот, значит, ну, зачем украинским войскам было бы провоцировать российскую сторону? Ну, я вам сказал, там был очень большой международный такой резонанс. Они добивались этого резонанса. И, естественно, они действовали только по согласованию и разрешению своих хозяев с Белого дома, который сразу же закричал, это Россия виновата, а потом замолчал. А тут вот какая вспоминается мне. Потому что украинцы сработали очень грязно, топорно. Да, это могли бы в станции именно так сработать. Ну, там какая-никакая армия, если у них БУК, они уже обучены им пользоваться. Кто? Кстати. До пять лет обучается только офицер на этом БУКе. Нормальное дело. Вы в курсе? Нормальное дело. Что для работы на этой установке только офицерский состав получается до пяти лет. Это очень сложная техническая установка. Когда был грузино-российский конфликт, БУКи были поставлены в Грузию вместе с экипажами. С Украины? С Украины. Да, я знаю. Вот. Поэтому когда... А потом их за два дня перебомбил наш фронтовой бомбардировщик Су-34 с Чикагоского завода. А, хорошо. Вот. Это война. И то же самое вот эти постанцы, они заняли в Донецкой области все воинские гарнизоны, разобрались с ними. Вот. И БУК для них это не загадка. Ну, никто не замечал. Ну, подождите, но ведь есть космическая разведка. Даже во время удара по этому по малазийскому самолету и то сказали, что товарищи, ну там же висел американский спутник. Ну, он что, не может нам предоставить фотографии свои? Будем ждать. Будем ждать. Ну, давайте подождем. Хорошо. А российские предоставили, предоставили международным экспертом свои фотографии. Космической разведки. Да, 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 это делали. Так же, как распятого мальчика тут нам показывают по телевизору. Ну, это была залипуха именно таких либеральных СМИ. Эту журналистку разорвали потом в куски, чтобы она эту ерунду просто не усовывала. Ну, сколько всякой дряни сыплется на Стрелкова. Хотите, я вам расскажу? Нет, секундочку. Значит, наша беседа мне очень напоминает Катынское дело. Когда я учился в восьмом классе... О Катыни сейчас еще раз поговорим. Нет, не о Катыни, а о стиле политических, так сказать, ну, как назвать, инсинуаций, что ли? Дискуссий. Дискуссий, да. Значит, была организована комиссия. Товарищ Вишинский, по-моему, руководил этим всем. Бурденко. Это непосредственный участник этого экспертизы. Так вот, нам в восьмом классе сказали, вот они, фашисты, какие сволочи. Вот они расстреляли этих беззащитных польских офицеров и полицейских. Ну, было кого расстрелить. Вы хотите со мной поговорить на тему Катыни? Нет, не на тему Катыни. Вы хотите сказать, что их расстреляла вот эта вот власть сталинская, да? Я не хочу этого, как говорится, вам объяснять. Вы это без меня знаете. Я знаю, что это полная ерунда. Что это гибельская провокация. Я с вами на эту тему могу отдельно поговорить. Хорошо, давайте. Эта тема просто не касается. Поляков кто взял в плен? Немцы? Нет. Взяли русская армия. Пришла в Польшу. Валерий Павлович. Полицейские, учителя, офицеры. Налоговые эти самые. После 17 сентября, когда уже бежало правительство Польши через Румынию в Англию, после 17 сентября, когда уже Польша осталась без правительства, уже пошла русская армия. Уже после 17 сентября, когда она осталась без власти, согласно договоренностям ушла советская армия. Заняла те территории западной Украины, которая не принадлежала раньше Польше, а Польша заняла ее только в 20-м году. Не Польша, а Липа. В смысле, речь посполитая. Австрия. Польша. Какая речь посполитая, о чем вы говорите? Ну, это мы можем много подробностей друг другу разобъяснить. Это ясно. Южная территория Островинга, а Семенненькая Польша. Так вот, что интересно, что эти котлинские мученики были расстреляны из немецкого оружия. Из браунингов? Нет, не браунинги, а, как же они, вальтеры. Ну, можно уточнить. Может быть, да. Может быть, вальтеры, да, согласен. И что? Ничего. Ну, были расстреляны. Поэтому Геббельс в свое время сказал, ребята, достаньте уже, давайте эту версию прекращать, потому что такую залипуху состряпали. Даже Геббельс отказался от этой версии, потому что пленные были связаны немецкими веревками и расстреляны из немецкого оружия. Так дело в том, что если... В сороковом году, как утверждала сначала Геббельсовская пропаганда, в сороковом году на территории пионерского действующего лагеря... В России? В Подсмоленском. Ну, в Германии. В Катыни. Мы про Катынь говорим. Про Катынь, да. Так она в Германии. Что? Катынь? Ну, да. Под Смоленском. Козьи горы. Да. Да, там стоял пионерский лагерь. А я с ваших слов понял, что это было в Германии, и немцы расстрелялили этих полястов. Это с ваших слов я так понял. Да. Вы же утверждаете, что... Давайте будем Катыни кататься. Я могу с вами разговаривать. Я касаюсь Катыни, я касаюсь той лжи, которую даже вот вы верите. Которую? Я в 8-м классе. Разрабатывал в свое время Геббельс. Да, да, в 8-м классе я верил. А потом я... Прикатил верить. Потому что вы попали под другую информационную поле. Да, совершенно верю. Вот. И теперь вопрос. Чье информационное поле более лжевое? Ну, как бы мы собрались и пытаемся выяснить. Конечно. Вот очень интересно было бы украинские телепередачи посмотреть. Да, я смотрю. Я думаю, что они такие же, как наши. Савик Шустер мне очень нравится. Его передача великолепная. Да, Шустер он такой. Смотришь прямо. Вот такой вот. Прямо восхищаешься. Вот так. Не дает врать, да? Да. Ну ладно. Наверное, мы поговорили на эту тему. И сказали свои мнения. Мне вообще-то было интересно. Да, и я тоже кое-какие вещи буду немножечко смотреть уже вашим взглядом. Ну, я не буду распинаться, говорить, что вы мне тут что-то раскрыли, что я с вами согласился. Я просто... Я не пытался. Я просто, как бы сказать, мне просто всегда интересно беседовать с мыслящими людьми. Многие мои российские собеседники, которые считают себя патриотами, после разговора со мной, многие, перестали со мной общаться. И я сделал для себя вывод, что русский менталитет всегда таков, что человек не любит думать. Ну, зря, Анатолий Павлович. Я вас буду в этом разубеждать. Я всегда с удовольствием с вами поговорю на любую тему. Всегда. И вот поздравайте о Катыни и той лжи. Давайте о Катыни в следующий раз поговорим. Хотите? И той лжи, которая... Хотите? Можно. Договорились. Добрый. Перед лицом зрителей. Да. Все. Спасибо. И вам спасибо.